Добрый день дорогие телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск программы Смотрите кто пришел и мы продолжаем обсуждать тему участия Казанского университета в общенациональном проекте по развитию науки образования в России название приоритет 2030 и успешная защиту своей программы в этом проекте то есть казанский университет стал полноправным участником этого проекта сегодня мы начнем разговор о наших конкретных направлениях которые были заявлены руководством университета в рамках этого приоритета 2030 и наш сегодняшний гость проектор по научной деятельности Казанского университета директор института физики Казанского университета Саверский Дмитрий Альбертович он отвечает курирует отвечает одно из стратегических направлений движения университета в будущее да это сейчас дословно цифровая геномика материалов и у меня Дмитрий Альбертович первый вопрос к вам приоритет 2030 это программа которая идет на смену той известная да как программа в которой жил университет предыдущие практически 10 лет топ-500 известная как вхождение в мировую научную вузовскую элиту и в той программе на самом деле тоже была тема стратегического тоже было стратегическое направление которое очень сильно перекликается вот с той темой цифровая геномика материалов ну или хотя бы на звук перекликается да там было материала видения и на мой взгляд вот за этим на мой взгляд журналистов за эти ну почти 10 лет когда мы участвовали в проекте предыдущем вот как раз материала видения она не так ярко было проявлено в качестве на какие-то достижения успехов как например там медицинское направление образование то же самое нефтегаз чем это связано это только мое субъективное мнение и чем будет отличаться новая тема новая страничка направление цифровая геномика материалов от того что заявлялось там 10 лет назад ну во-первых добрый день всем спасибо что пригласили прийти в студию и ответить на эти вопросы я хотел внести несколько уточнений на приоритетное направление развития казанского федерального университета перспективные материалы появилась при формировании программы развития казанского федерального университета как одно из пяти основных направлений развития казанского университета это было отражением того факта что исторические и по публикационной активности казанского государственного университета и затем казанского федерального университета публикации в области физики химии материал сайенс науки материалах занимали всегда очень существенную долю до нами были сформулированы направления те направления движения в области создания новых перспективных материалов которые основывались на наших компетенциях основывались на том оборудование которое есть и были конкретные планы по построению новых развития новых лабораторий что и было сделано в частности были открыты две совершенно новые лаборатории в 2011 в 2013 году первая лаборатория это лаборатория компьютерного дизайна новых материалов в институте физики и в тринадцатом году лаборатории хемоинформатики в институт химическом институте совместно с университетом с разборка во франции это были те начальные точки того к чему привело развитие сейчас программы цифровая геномика материалов при формировании программы 5100 важно было позиционировать те академические стратегические единицы как они тогда назывались программе чтобы выделить наш университет среди множества других университетов чем мы отличаемся но ведь наука материалах это есть очень большая область знания то есть большой пласт вы обратите внимание что эпохи развития человечества это был век каменный век век бронзы железный век сегодня называют кремниевый век силикон это есть то чем что определяет данный уровень развития технологий с точки зрения материалов и поэтому естественно что все университеты участвующие в программе 5100 так или иначе заявляли приоритетом своего развития какие-то разработки в области материаловедения в области создания новых материалов наше решение было такое что мы лаборатории поддерживаем в области развития новых материалов и они входили в те академические стратегические единицы которые были нас в области медицины в области нефтегазовых технологий в области информационных технологий в общеуниверситетское направление был создан ряд совершенно новых лабораторий в том числе совместные лаборатории две совместные лаборатории с институтом физических и исследований реки в японии 1 лаборатория лаборатория находящиеся в здании института физики и лаборатория по синтезу новых материалов сильно сильно коррелированных электронных систем и 2 лаборатория лаборатория биофункциональной химии химическом институте эти лаборатории которые дали множество интересных результатов за время реализации программы 5100 с публикациями которые выходили на титульных обложках ведущих журналов мира я продолжу сейчас и сегодня когда мы говорим о новом проекте на самом деле но он не новый просто это есть некий сбор рефокусировка и предыдущие годы развития нам показали что выбранный путь был совершенно правильный ведь сегодня в области наук о материалах остро ставится вопрос найти быстрый сравнительно дешевый экологичный способ синтеза абсолютно новых материалов которые не существуют в природе но ново функциональных материалов которые нам сегодня требуется развитие технологий требует абсолютно новых материалов свойства которых для нас лет десять назад казались бы фантастическими сегодня это так расскажите об этих материалах которые вы видите которые в казахской силы примет участие потому что вы говорите какие-то очень интересные вещи но здесь можно много что говорить ну вот давайте начнем но наверное с одну с одного простого примера то что у каждого есть свой гаджет есть свой компьютер и все используют определенного типа логические микросхемы эти компьютеры гаджеты которые сегодня в микроэлектроника переживает большой кризис до сегодня строится заводы по так называемой пяти нанометровой технологии четырех нанометровой технологии в строят компании samsung в корее есть еще другие примеры бешеные деньги тратятся но это все строится на несколько лет всего лишь потому что есть законы природы которые не позволяют микроэлектроники в том виде в котором она сегодня существует дальше миниатеризироваться нет дальше возможности увеличить память увеличить быстродействие не спра вы все отлично знаете что любой хороший процессор который стоит в компьютере у каждого требует охлаждения почему требует охлаждения а потому что сегодня вся микроэлектроника основана на том что есть передвижение электронов как заряженных частиц а электроны как заряженные частицы их движение всегда связано с выделением джоулевого тепла есть вас ограничение на расположение двух проводничков близко друг друга их нельзя подводить бесконечно близко друг друга тем самым миниатеризировав расположение элементов памяти на платье скажем микросхемы есть запреты поэтому нужны новые совершенно решение в этой области сегодня уже конкретно есть название пост кремниевая электроника это целая область которая рассматривает альтернативные способы передачи информации не движением электронов как заряженных частиц а каким-то другим способом заводил фотоника фотоника до фотоника отчасти есть но фотоника требует это есть передача с помощью фотонов потом эти фотоны кванты света нужно перевести во что-то другое что я знаю что он тоже упирается в какие-то уже фундаментальные законы да есть там фундаментальный закон сегодня очень модно слова спин троника это когда информация переносится не за счет движения электронов как заряженных частиц а за счет того что электроны есть магнитный момент называемый спином и передача спина информация спине от одного электрона к другому не связанные с перемещением самого электрона как частицы позволяет переносить информацию есть магноника есть еще много таких названий и сегодня этот пласт работы очень большой и здесь необходимо решение которые в том числе основывается на фундаментальных исследований проводимых в казанском университете только за прошлый год на имя 2021 год наш университет казанский представлял свои проекты на стратегической сессии роснано по нашему видению по нашему вкладу возможному в развитие пост кремниевой электроники по развитию новых элементов памяти по развитию новых логических схем основанных на тех принципах которые сегодня пока что являются предметом изучения фундаментальных наук но сегодня этот путь достаточно короткий если после создания понимания каких-то вещей раньше до реального воплощения в технологии проходили десятилетия в лучшем случае то сегодня этот путь составляет три четыре года максимум пять шесть лет вы же говорить о фундаментальной науке да вот фундаментальной по сути основе которая потом технологию подымет вот вы знаете сегодня как раз грань между фундаментальной и прикладной наукой за счет ускорения технологического процесса с моей точки зрения очень быстро размывается почему вопросы задал потому что мне подалась на глаза заметка это американского ученого авторитетного я честно не помню его имени но он утверждал что в том числе сша правительство прекращает или сокращают вложение фундаментальную науку потому что они сами не верят уже в эти прорывы там какой-то вот как будто тупик да и ну и поэтому вот в технологии до активно охотно а вот фундаментальную науку как будто она уперлась в законы физики и но вы знаете технологии технологии любые они не могут взяться из воздуха они должны базироваться на фундаментальных исследованиях должны базироваться на тех законах природы которые открываются или открывается пути их использования в результате именно фундаментальных исследований это это прекрасно понимаю поэтому говорить о том что фундаментальные исследования они давайте мы их не будем финансировать не нужны до сегодня есть определенный запас есть запас знаний который позволяет технологиям развиваться но несколько там может быть там шагов вперед но опять же вот я пример привел неспроста с микроэлектроникой сегодня нет решение пока что окончательного что будет и как мы должны заменить микроэлектронную базу с тем чтобы увеличить производительность тем чтобы увеличить память и так далее а зачем а зачем а дело в том что ваша задача сегодняшняя задача требует этого до многие вкладывают очень много надежд на создание так называемых квантовых компьютеров квантовой технологии сегодня эти компьютеры работают да они решают определенный круг задач гораздо быстрее и гораздо скажем так качестве чем классический компьютер но это определенный круг задач классический компьютер пока списывать это нельзя но для того чтобы все это делать необходимо подумать а что же будет дальше но вот и вы говорите зачем телефон еще что там что-то на для обработка информации но вы наверно обращали внимание что достаточно быстро сегодня ваш гаджет стареет он не справляется с теми потоками информации данных которые вам нужно если вы хотите еще например проводить какие-то мониторинги своего здоровья например состояние здоровья то здесь потребуется совершенно новое поколение которое будет работать с теми новыми биосенсорами которые создание которых в том числе заложено и в программе наша цифровая геномика материалов я объясню почему это такое название цифровая геномика материалов когда мы в 2011 году создали первую лабораторию в россии компьютерный дизайн новых материалов это было наше понимание того факта что сегодня компьютеры даже те же самые основаны на кремниевых чипах они перестали быть средством развлечения игр средством как я говорю печатной машинки средством поиска какой-то информации в интернете компьютеры стали реальной производящей рабочей силой то есть если правильно запрограммировать компьютер и затем еще включить элементы машинного обучения то компьютер может генерировать новые знания он может генерировать новые структуры материалов по заранее заданным свойствам ведь как сейчас идет поиск материалов до недавнего времени проходила поиск материалов да мы говорили в вот хорошо бы нам ведь такой материал да мы брали либо то что существует в природе каким-то образом модифицировали все это проходило методом проб и ошибок естественно в лабораториях до водились примеси например в кристаллах полимер каким-то образом модифицировались там тепловой обработкой там радиационная обработка и так далее но это был метод проб и ошибок он очень долгий и очень дорогой сегодня все большинство таких экспериментов можно из лабораторий перенести что называется in silica в компьютер сегодня компьютер можно все это смоделировать все сделать и выдать вам уже готовые рецепты какие материалы будут обладать теми свойствами которые вам нужны вот хима граф хима информатика именно не к тем информатика к этому да но это касается определенного типа молекул именно органических молекул есть у нас в лаборатории института физики совершенно иные задачи ставятся это создание новых материалов скажем так неорганических это кристаллические структуры гетероструктур то есть это тонкие пленки сэндвич из тонких пленок твердотельных структур с тем чтобы как раз ответить на вопросы что мы можем получить в качестве новых материалов но например вот хорошо есть такой известный сплав инвар сплав железо с никелем который позволяет делать металл который не расширяется при нагревании это очень важно потому что скажем когда вы рельсы укладывать значит расширить почему эти тепловые швы делают и так далее так далее но есть в природе материалы в принципе которые обладают отрицательным коэффициентом теплового расширения кристаллические структуры то есть вы нагреваете материал а он наоборот сжимается таких структур немного и в том числе в наших лабораториях мы провели скрининг за два года и набрали число структур который имеет такие свойства кристаллические они может быть не существует проводить надо синтезировать такие есть и поэтому комбинируя материалы которые расширяются с материалом которые не разжимаются можно получить вот такое инвариантный материал по отношению к тепловому расширению а это в наших условиях скажем северного побережья северного ледовитого океана это че это чрезвычайно важно это важно также и для проблем связанных с преобразованием тепла в электричество так называемые термоэлектрические элементы это тоже очень важная тема сегодня и этих исследований достаточно много и мы можем сегодня отвечать на вопросы связанные с тем что нам требуется новый материал с заданными свойствами мы можем компьютер научить алгоритму поиска новых материалов с тем чтобы этот процесс был достаточно быстрым достаточно дешевым я так понимаю не только поиска но и синтезирования механизм синтезирования это следующий момент да значит что касается молекул связанных органических молекул в нашем проекте есть ищется пути синтеза причем используется это лаборатория хемоинформатики возглавляемые доцентом маджидовым тимуром из химического института причем очень интересно алгоритмы используется алгоритма используется не поиска среди возможных реакций какая бы реакция привела к тому или иному результату нет а именно поиск абсолютно новых путей реакции это принципиально важные вещи и сегодня мы создаем материалы можем создавать материалы которые являются грубо говоря вот одна большая макро молекула мы ее каким-то образом модифицируем там прицепляем что-то к ней что функционализирует молеку эта молекула сразу же работает как например биосенсор и тогда ставится задача как сигнал с этого биосенсора с этой молекулы снять и передать ваш гаджет например для того чтобы вы получили информацию о состоянии своего здоровья например там сахар сахар да много можно что напридумывать как помочь онкологическим больным например и здесь тоже было очень сделано интересное совместно с институтом физических и химических исследований рекен лаборатории биофункциональной химии были синтезированы специальные такие молекулы органические молекулы с примесями функционализированные органические молекулы которые позволили фактически во время операции на открытом например легком определить с точностью большой границу опухоли за 45 минут это означает что хирург начав операцию и вскрыв опухоль он может за 45 минут это очень хорошее время поверьте мне с точностью большой определить границу иссечения то есть до каких пор нужно проводить где есть раковые клетки где нет раковых то есть там какие-то маркеры и специальные да значит по цвета на на гликоконьюгатах да значит а там специальные маркеры которые реагируют на излучение и это излучение значит детектируется и сразу же эта технология уже в японских госпиталях применяется в успеха вот вы сказали японские госпитали а когда в наших госпиталях это будет вот почему этот вопрос потому что приоритет 2030 этот трек по которым пошел казанский федеральный университет был сознательно выбран это трек территориального развития до уход территорию не скажем так акцент переключен из такой академической науки на практической большее использование мне кажется в этом заключается я так и не упрощал бы слишком задачу значит здесь есть какая задача стоит здесь задача стоит скорее всего такая что татарстан как модельная система так можно выразиться есть очень хороший пример динамичного инновационного развития региона внутри страны поэтому если мы какой-то механизм что-то придумываем по ускорению по качественному изменению этого инновационного развития республики мы можем этот пример транслировать и на всю страну далее наши товары должны быть конкурентоспособными на международном рынке товары производимые в республике татарстан и здесь позиционирование республики позиционирование казанского университета в международном сообществе очень важно и здесь нельзя говорить что мы должны прямо вот ну утилитарно так только заниматься тем что вот мы что-то сделали в вертите произвели в республике там и продали да это очень важно но есть моменты которые должны поставить республику в том числе не только как высокотехнологичного производителя товаров но и как высокотехнологичного генератор новых идей новых знаний почему я задал вопрос при японии почему у нас нет достания таких операций подобных технологий уже прямо в больницах есть поясню потому что россия это всегда родина чего-то то есть паровоза там самолета вот какие-то технологических вещей там черепанов мажайский изобретаем но не внедряем вот как будто наша земля не предназначена пространство до такого потом эти же идеи через уже там западные страны через сейчас восточные страны они приходят там уже адаптируется почему у нас мы до чтобы делать такие операции с маркерами да мы пропускаем через японию только потом ждем когда придет к нам мы не пропускаем через японию дело в том что это была совместная разработка значит японские госпитали оказались более гибкими вот в плав нормативном плане в нормативном плане и были проведены соответствующие клинические испытания значит но я думаю что не за горами тот день когда мы и в россии такие испытания клинические начнем проводить но здесь отвечая на первую часть вашего вопроса не нужно забывать что любая страна имеет свой менталитет имеет свои нормативы жизни внедрение технологий и так далее и поэтому здесь я бы не сказал что все что изобретено россия обязательно внедряется только на западе там или в америке нет очень много в изобретении которые прошли полный цикл здесь в россии и получили свою жизнь здесь прежде всего я скажу не вдаваясь в детали очень много что сегодня делается в закрытых военных областях связанных с безопасностью страны это делается внедрение на несколько шагов впереди чем это делается во многих странах мира когда ставится задача когда есть определенные сняты некие нормативные барьеры есть фокусировка то ну вот я вам приведу один пример который очень показательно вот на будущий год быть 2022 год мы будем отмечать уже получается 55 лет со время пуска первого спутника земли в 1957 году пять лет назад отмечали 50 лет и в этот день я присутствовал как раз на большой дискуссии в европе большой конференции и мы вечером стали рассуждать коллегам говорю вы знаете сегодня день запуска там первого спутника да да мы знаем все помним и когда им сказал что в этом проекте работала 150 тысяч ученых исследователей инженеров для них это было просто фантастика они не могли себе представить что возможно организация такого масштаба целенаправленно была поставлена цель и согласитесь что до сегодняшнего дня россия остается такой ведущей космической державы кстати в том числе за счет создания новых материалов вы знаете вы упоминали а участие в конференции в роснано вот с новыми технологиями спина спиномика да это пинтроника пинтроника и черву я не не настолько хорошо как вас восприняли там дело в том что это была стратегическая сессия роснано мы представили два проекта один проект по изготовлению гетероструктур на основе железа с примеси палладия это то что проводится в лаборатории в институте физики мы делаем достаточно интересные вещи которые показали что можно создавать элементы памяти с очень большим быстро действием и достаточно миниатюрные за счет новой гетероструктуры до слоистой структуры которые состоят из слоев там металл сверхпроводник диэлектрик то вот такие вот сэндвичи которые причем слои имеет буквально атомарную толщину и здесь в том числе значит здесь это новые элементы памяти которые обладают это магнитные элементы памяти который обладает вот этим быстродействием там до очень маленьких до до десятка пика секунд и очень маленького размера и второй проект был связан с теми разработками которые мы ведем уже на протяжении последних десяти лет с институтом опять же японским институтом физически химических исследований реки это по совершенно новым системам электроны на поверхности жидкого гелия где принципиально иная система для создания новых элементов памяти для квадровых кубитов и вообще для так называемых квантовых симуляторов но это тема отдельной лекции вот но я скажу только то что есть очень большая проблема в создании квантовых компьютеров это масштабируемость кубитов то есть вот эти квантовые единички информации кубиты до их можно создать но когда мы пытаемся создать их несколько тысяч для того чтобы но создать сеть вот этих вот то возникает очень большой пара большая проблема в этом масштабируемости сегодня ведущая компания там заявляет что вот мы там через три-четыре года достигнем масштаба там тысячи пяти тысяч десяти тысяч а вот в нашей системе это масштабируемость на уровне сотни тысяч достигается совершенно автоматически ну вот да вот если мне такая сложность в терминологии в понимании об этом стоило вообще отдельно поговорить и подробнее я вас помучил ну я возможно даже подготовить потому что тем очень любопытно вы говорите о том что называется чудом в науку вот почему кстати я недавно читал интересную тоже статью ученого нашего отечественного который может жалуется о ситуации в науке и смысл том что и там идет мысль науку перестали верить и поэтому а почему перестает верить потому что наука не дает мы верим то что в чудо вот через чудо мы верим что-то этой в религии если в науке если в нашей жизни любой есть да а когда нет долго чудес ну человек перестает внимание обращать или уменьшает внимание он перестает верить в это и вот возможно вот такие вещи когда какое-то предлагается решение которое вот каким-то ходом конем до необычным ходом раз и разворачивает проблему который но не могут решить лучшие другие умы мира и лучшей компании но это просто могут есть что подобное университете готовится это в общем то мне кажется очень очень значимо и важно об этом надо говорить но я небольшой комментарий вот по поводу чудо верить в чудо вы знаете ведь сегодня человечество скажи так скажем обыватель кто вот обычно так судят о науке они просто избалованы чудесами вот если взять среднестатистического обывателя 60-х 70-х даже 80-х годов и сегодняшний то сегодня обыватель вообще он что ему он подумал а вот неплохо бы мне было иметь вот телефон который бы делал вот это на следующий день появляется такая модель телефона на уж так утрирую говорю грубо то есть сегодня за счет накопленного вот этого потенциала который был накоплен решение появляются очень и очень быстро более того даже появляются решения которые не были может быть запрошены идет формирование только спроса на эти решения но они уже есть люди перестать то есть сейчас спектр развития технологий такой что формируются предложения которые даже в умах обывателя еще пока что не сформировались в виде запроса это как раз связано с тем о чем я говорю сейчас очень скомпрессованно время развития технологий но поверьте что через шесть-семь лет технологии полностью поменяются и это такой короткий период а сейчас такой короткий период стал да но я приведите посмотрите пример могли ли вы 12 лет назад представить что сегодня сотовые телефоны или мобильные те будут иметь такие возможности как проведение вот таких видеоконференций буквально с улицы что сеть 4g 5g появится вот я здесь хочу вам такой момент отметить на самом деле вот этот интернет возможности видеоконференций оно ведь сознание человечества было задолго до появления таких возможностей то есть писатели фантасты писали в интернете писали о подобных гаджетах писали и то есть скажем так то что есть в нашем сознании воображение то что мы можем представить на самом деле она и реализуется а вот может реализовать что мы представить не можем даже в образе себе не можем можете такое случится я не знаю я вам приведу примером много можно такого привести давайте вот я хочу я люблю этот пример в 1896 году немецкий физик вильям рентген изучал катодные лучи да там были вот он изучал именно электричество законы прохождения электричества через газы изучал так называемых катодные лучи и вдруг оказалось так что рядом лежал рука и катодный луч прошел через его руку и он увидел что рука просвечивается и можно увидеть то что находится кости внутри руки появилось то что сегодня мы называем рентгенографии если так можно сказать вся рентгеноструктурный анализ сто лет назад когда он проводил такие эксперименты он не думал что вы 21 веке не сможете поступить на работу не пройдя флюорографическое обследование не было и очень много такого можно приводить и сейчас и быстродействие вы знаете когда я был аспирантом еще и только начиналось зарождение вот это вот все компьютерной техники микроэлектронные у меня был первый грант я на первый грант купил себе память для компьютера память для компьютера 32 бита 32 мегабайта это было что это было это бы такое что-то было вообще но на самом деле я был здесь с вами поспорил по поводу рентгена во первых человечество может легко представить кости что они есть до боль их можно увидеть так и не разрезает человека при очень ярком освещении когда вот на солнце ладонь поставишь ты свои кончики в этом косточке ну очень смутно но просмотреть море это ваше воображение не видеть может быть не можете их видеть то что принципиально принципиально видимый свет не может проходить хорошо знаешь воображение это вашего братья зная уже результат у вас уже в ему не в иммунитете вашего с рождения заложено что да вот вас в школе образование скелет вы видели самом деле я сейчас вспомнил пример который подтверждает вашу как точку зрения это открытие колумба в америке никто не знал что есть америка до поплыли открыли то есть даже вообразить не могли но хотя каком-то этапе начали воображать что там что то есть и поэтому пошли туда кстати но я вам надо уж совсем опять же я жена всякие материалы на занимаюсь приведу пример явление сверхпроводимости когда электрический ток может проходить через вещество без сопротивление вот и без этого джоулевого тепла которым я говорил в 1908 году камерлин конус в лейденской лаборатории открыл это явление сверхпроводимости и потребовалось почти что 50 лет чтобы понять что это такое заявление чтобы понять его принципы сегодня все ваши томографы которые используются для магнитно-резонансной томографии они используют магниты со сверхпроводящей обмоткой реально строится сегодня трассы скоростных поездов на магнитной подушке то есть это есть реальность понятия но чтобы так вот то я с чего начал что микроэлектроника достигла своего предела за счет в том числе за счет там нагрева прохождения электронов сверхпроводник оказывается есть вещества которые проводят электрический ток безо всякого сопротивления в определенных условиях вот это можно тоже нельзя представить а то что фантасты рисуют придумывает ну да здесь много таких догадок в истории человечества есть и эта история она говорит только о том что есть какая-то заложенного мыслительная деятельность человека который может быть он и не пока что не способен полностью управлять но который позволяет такие вот и на совершенно фантастические предсказания делать вы знаете вот мы конечно от немножко отвлеклись от темы 20-30 но мне пользуется возможность я хочу задать вопрос который меня интересует меня буквально на самом деле пленил пленила мысль точнее то что я почитал о том что квантовой физики вот эффект наблюдателя в квантовой физике то есть когда ученый когда при помощи эксперимента пытается ну кавычках увидеть 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 квантовое поле квантовую волну эта волна превращается в картуского материя но да но не совсем так то да ну примерно так ну и причем все эти физики ну многие этих физиков они же после этих открытий косяком пошли к вере многие ушли в религию потому что а кто от наблюдателя ты сам наблюдатель ты сотворил материю ты сам не совсем так иначе я это могу попробовать объяснить на таком элементарном уровне в чем здесь дело и почему и куда пошли в общем-то физики и почему они пошли да действительно законы квантового мира они не поддаются нашему воображению вообще они противоречат нашей логике почему потому что мы живем в другом мире мы пытаемся с нашим уставом пойти в чужой монастырь и пытаемся нам что-то понять я всегда очень любил когда я читал лекции для студентов гуманитарных специальностей спрашивать вопрос вот земля вращается вокруг солнца специально еще показывал что в 10 солнца здесь земля он был вот так вот вращается примерно вот так скажите мне где зима где лето на значит ну все сразу отвечали что там где ближе к солнцу зима а там где дальше лето а здесь зима ну ладно я говорю хорошо даже не в касаясь тому что там я очень утрированность это показал а почему вы не задали мне вопрос что я совершенно неправильно формулирую проблему вы же думаете что только вы есть на земле вы живете в северном полушарии и у вас есть зима и лето а люди которые живут в южном полушарии у них наоборот тогда это называется эффект присутствие дадать совершенное зрение это называется то что вот мы мыслим там где мы есть и поэтому мы говорим когда я говорю зима лето мы сразу себя мыслим как люди как и люди находящиеся в северном полушарии мы забываем то что в южном полушарии все наоборот противоположно и нам это не нужно но квантовая механика вам тоже не нужна пока что извините мне понять что там это вам не нужно вот но да и дальше продолжить теперь и поэтому когда мы пытаемся понять законы микромира квантового мира то здесь мы сталкиваемся с естественно совершенно проблемой потому что там все происходит по другим законам которые нам они не то что непонятно они нам противоречат нашей логике нам непривычно и парадоксально парадоксально с одной стороны парадокса вдруг да но если мы научимся и это сделали физики научились математически все это описывать и оперировать этим то это означает что мы можем пользоваться этим аппаратом не пытаясь ответить на вопрос а почему это так да потому что закон природы такой ведь в чем гениальность эйнштейна когда он создал свою теорию относительности специальную теорию относительность потом общую теорию относительности эти была совершенно очевидная проблема и диссонанс в мировой науке что все скорости складываются или вычитается скажем если я иду вдоль поезда который движется скоростью 60 километров в час я иду по вагону по ходу пояса скорости 5 километров в час то я движусь относительно земли со скоростью 65 километров в час если я иду в противоположное направление хода поезда то я относительно земли движется скоростью 55 километров в час все складывалось но было одно явление в природе который всегда распространялась с одной и той же скорость скорость света свет распространяться не важно где испущен свет неважно где он движется всегда так были очень тонкие измерения проведены и были придуманы множество всяких теорий пытающихся объяснить почему это так гениальный сейнштейн в том склад не надо объяснять почему это так это закон природы это устроен так давайте возьмем постулат что скорость света постоянно всегда и везде во всех системах отчет не зависит все на этом была построена совершенно новая теория а мне что найти понравилось в тех физиках я которые после эксперимента наблюдателя стали уходить в веру и куда не пошли адвайта веданта но они пошли в буддизм адвайта веданта даже круче буддизм да но они пошли в солипсизм надо сказать ну это в ту сторону пошли в сторону иррационального мышления но иррациональность кстати это есть очень важный элемент поиска решений в совершенно неожиданной ситуации и вот зачем этот разговор завел когда у нас университете будут так думать иррационально о науке потому что там там нобелевки там открытие там то что потрясает воображение но во первых мы даже студентов этому чем мы учим и критическому мышлению и иррациональному мышлению всегда во всяком случае при преподавании естественных наук мы стараемся на это обращать особое внимание рациональность она да и присутствует рациональность но давайте мы возьмем даже то что окружает нас в гуманитарных областях вот очень часто говорим мы вот россия дала несимметричный ответ вот можно дать симметричный ответ на какое-то действие со стороны других государств вот это есть это новое то как бы рациональное мышление мы понимаем что то если как в законе физики вот если на себя давит ты давишь обратно с той же самой силы вот а можно дать совершенно другой иррациональный ответ нет он скажем он не раз не иррационально потому что тоже а цена и ты исходишь из своих возможностей а симметричная это уже митричный ответ уже предполагает определенную степень иррациональности потому что рациональность показывает что на каждую причину значит верник есть результат в результаты причина чтобы этот результат убрать мы должны убрать причины но оказывается что можно отвечать совершенно по-другому найти слабую точку и да это есть ответ но он не устраняет эту причину понимаете вот прям в прямом понимает вас но этому сейчас политику далеко уйдем вот я бы больше скорее пошел в богословие знать почему потому что опять же поскольку не стала любопытная тема я очень часто сейчас натыкаюсь материалы о том как связано квантовая физика с описаниями царство божие данные еще евангелие но вы знаете такая ранее и таких книг много написано если бы если бы физики не пошли косяком в буддизм и адвайту я бы может быть не смотрел но они пошли они пошли потому что ну если ты увидел как ты создаешь материю вот это тоже материя значит тоже создал это же это пленительное вообще это все объясняю что вы знаете сегодня даже за добро и зло сегодня физики химики создают материю в лабораториях ежечасно ежесекундно и здесь уже как-то мы привыкли к этому и здесь я бы не акцентировал даже может быть на это внимание потому что и алхимики пытались создать новую материю тоже поиск того же самого философского камня тоже тоже есть поиск создать новую мать как же новая материя она сиро из квантов стоит квантовые волны которые преобразованы в корпусскую материю там ничего нового нету там же фундаментально мы можем даже дальше делить кванты да да бозонов там еще и если у нас будет возможность мы еще бозон разве то что-то найдем это бесконечного зоны это же по сути вот если подумать да наука это такой поиск очередного числа в знаемом нам числе пи вот и на пункт нашел открытие на два пункта шел еще открытие но число питом невозможно достичь здесь я спорить не буду так можно можно так относиться конечно к науке но не тут прекрасно красным как раз если все-таки вернуться к той теме с которым и начали обсуждение с программ университета цифровая геномика материалов то как раз здесь-то и стоит задача сотворение и побоюсь этого слова водка абсолютно новых функциональных материалов чем материал это не обязательно вот есть вот стол там там дерево это есть может быть даже одна молекула с каким-либо там примесным центром которая играет совершенно исключительную роль которая позволяет модифицировать материала ну вот давайте приведем тот же самый пример что сегодня у всех на устах все уже устали слушать наверно углеродные нанотрубки все вот наш пример работы с лаборатории возглавляемый рад марат чем демеевым по перспективным углеродным материалом да эти нанотрубки они получают они их известны с конца пятидесятых годов прошлого века в 90-е годы стали их но более сильно эксплуатировать но проблема-то была в том что эти нанотрубки они когда производятся за счет разряды и от угольных электродов то они получаются совершенно разного свойства то есть получается грубо говоря такая смесь нанотрубок одни из них обладает диэлектрическими свойствами другие полупроводниковыми есть проводящие нанотрубки и вот они вот в одной большой кучи вот сваливается синтезируется когда и но ночью дальше с этим делается вот был найден способ очень экономичный интересный способ разделение тех нанотрубок и выделение скажем проводящей фракции то есть выделение тех нанотрубок которые только являются проводящими использовали микроэлектроники может это может быть использованы и в новых материалов микроэлектроники это везде то есть фактически из смеси всего мы получили совершенно новое качество которое позволяет их использовать совершенно разных областях более того с нашими японским коллегами мы оказалось есть возможность растворять нанотрубки фактически в любом полимере достаточно однородной тем самым модифицировать этот полимер и придаваем и совершенно новые свойства и не только полимеры можно модифицировать другие материалы но факт остается фактом что новый материал существует но мы не умеем даже с ним еще управлять работать с ними не умеем почему потому что мы должны сделать новые технологии для того чтобы использовать этот материал с максимум использование тех качеств которые в нем заложены и опять же здесь путь пробы ошибок он достаточно длинный и наш проект цифровая геномика материалов направлен на то чтобы этот путь как можно больше сократить сделать его дешевым сделать ответ быстрым и мало того чтобы сделать ответ этот быстрым эффективным с точки зрения синтеза и внедрения в технологии поэтому каждый из наших подпроектов которые здесь он заканчивается конкретным результатом это либо прототип исследования материала либо прототип какого-то устройства основанном на этом материале да может быть и мы ставим себе в принципе задачу чтобы это прошло внедрение в промышленность и где-то нашло свое применение но сегодня вы же сами видите что многие материалы даже для той же самой микроэлектроники я производится достаточно небольшими компаниями комплектующие там и так далее и так далее поэтому здесь путь нам предстоит сделать очень большой да у нас есть очень хорошая фундаментальная база которая позволяет проводить фундаментальные исследования нам нужно сделать шажок с одной стороны небольшой но с другой стороны очень важный в плане технологической направленности то есть плане предложения рынку потребителю готовых прототипов изделий которые можно было бы дальше уже внедрять и распространять нашим программам время уже подходит концу я просто хочу задать вопрос задать он связан с нашей темой и вопрос вот какой как вот это новое стратегическое направление по сути да уже в новых реалиях вот в проекте приоритет 2030 как вот эти идеи могут найти отражение в других делах университета то есть других направлениях она же меня такое ощущение что это вот как раз та вещь которая пронизывает но практически все возможно даже до гуманитарных направлений я здесь с вами соглашусь вообще вся программа приоритет 2030 это ведь не просто есть отдельные посаженные деревья которые растут независимо друг от друга это есть система взаимопроникающих взаимодополняющих взаимопомогающих проектов которые работают все вместе вместе междисциплинарность это есть тот главный фактор развития науки в казанском федеральном университете и это очень важно потому что только в классическом университете возможно такой уровень междисциплинарности когда в одной комнате грубо говоря могут работать физики химики экономисты историки я приведу вам пример вот мы послезавтра открывается конференция у нас очень большая по ядерно-физическим методам исследования в археологии это то что ядерная физика может дать для археологии и вот синтез вот такого исторического историческая направленность исследования и ядерно-физических методов которые развиваются в том числе в казанском университете это есть вот тот результат поэтому все проекты они взаимопроникающие взаимосвязаны я хочу уточнение связаны с вашим видением все проекты взаимопроникающие взаимосвязаны но из того опыта который сейчас есть у вас вы же там руку на пульс то держите то что происходит да что сейчас стрельнет вот в казанском университете что по вашим ощущениям какое направление какой проект такая технология как выстрелит именно в связке там с медициной с химией не знают с айтишными делами но посмотрите взять повестку сегодняшнего дня даже по тем новостным каналам лентам которые сегодня есть тема номер один это тема здоровья и сбережения кроме века к вид как бы стимулировал это все вторая тема это энергетическая безопасность зеленая энергетика черная энергетика как угодно называйте все это так и это две темы которые волнуют все человечество естественно что внимание всего человечества будет приковано к новым решениям в этих областях я даже там не беру сейчас развитие интернет-технологии там это тоже есть интерес но вот наиболее яркие вот сегодня темы которые ну посчитайте процент времени телевизионного времени которые уделяются эти вам розовую да поэтому наиболее ярко будут выстреливать именно те проекты которые связаны с новыми методами диагностики медицинской назовите их которые когда смесить разрабатывать с вашим участием здесь мы разрабатываем на новое совершенно поколение биосенсоров которые позволяют проводить анализы но один из проектов это новое поколение биосенсоров на рак простаты когда экспресс анализ можно будет сделать дома на рак простаты по капле там мочи или крови как лакмусовая бумажка показа есть такие вот перенос вот эти мониторинга скажем постоянного из не нужно идти там в больницу не нужно идти в центр и который по сдаче анализов ждать там несколько дней результатов анализа я опять приведу тот же самый пример который приводил это новое соединение гликокондюгатов которые позволяют онкологические заболевания во время онкологических опухолей локализовать четко чертить во время операции есть еще но идея по созданию новых контрастных агентов для томографии и так далее это что касается медицины что касается энергетики это конечно же новые катализаторы это не только для энергетики это и для нефтепереработки для нефтехимической промышленности новые катализаторы это есть новые совершенно возможности для технологического переосмысления для технологического роста водородная энергетика которая сегодня тоже у всех на устах проблема в том что достаточно дорогая и у нас есть один из проектов которые очень интересная задача который показал уже перспективность свое предварительных исследованиях это создание дешевых электродов для водородной энергетики это посмотреть какой прогресс был достигнут в области миниатюризации всех гаджетов ведь миниатюризация произошла только за счет открытия литий-ионовых батареек да кстати я должен сразу же отметить что один из приглашенных профессоров казанского университета профессор алан ле-мюте из франции он был одним из первых создателей литий-ионовой батарейки еще в конце 70-х годов работая в компании алкотели у нас сегодня он преподает нашим казанском университете читает студентам лекции два года назад нобелевская премия была фактически присуждена за это да но сегодня опять же уже не хватает не хватает потому что есть четкие расчеты которые показывают например что водородный элемент а значит водородная ячейка или батареи водородные они обладают более высоким более высокой эффективностью и например на литий-ионовые батарейки вы сможете поднять квадрокоптер там скажем даже для каких-то исследований определенной массы для на водородном ячейке у вас появится возможность поднять гораздо большую массу просто по емкости и соотношение емкости но в казани начали заниматься мы сделали ну вот мы сделали уже новую электроду замена в имеется в замену потому что придет на смену литьевым батарейки да фактически да вот там есть там если водорода энергетика точно такая широкая тематика то есть и добыча водорода его и транспортировка хранения там есть это комплексная проблема здесь у нас есть решение в рамках стратегического проекта который связан с российским энергетическим переходом да там и и от добычи и транспортировки говорим в точке материалов мы решаем вот конкретную задачу как удешевить и повысить эффективность работы вот этих водородных ячеек за счет модификации электродов этих металлик это для наших зрителей будет сложно для понимания но я думаю в ощущениях захватывающие вот то что легкое ощущение захватывающие о чем говори а говорить о тех вещах которые вы знаете видите и делаете я думаю что вы передадите ну что ж наша программа подошла к концу у нас сегодня в гостях был проектор по научной деятельности казанского федерального университета директор института физики к фу тарьерский дмитрий альбертович я журналист рустам вафин до свидания до новых встреч